Я первый раз употребил в 13 лет. Ну, нестабильно были периоды, когда употреблял 2-3 года, потом не употреблял, потом опять. Ну и так до 35 лет, пока не попал в этот центр. Сразу ширка была. Потом метадон, последние лет 5-7 метадон. Я слышал за всякие центры, много разного, но я не верю. Я видел людей, которые там в других центрах лечились, и они одного из них, ну, может, мне так попалось, что я не увидел, что они выздоровели, что они перестали употреблять. И поэтому у меня не было веры в те центры, которые, ну, рассказывали люди, где они там проходили лечение. Они выходили оттуда и начинали сразу употреблять, кто через неделю, кто на следующий день. Поэтому я не ездил туда, ну, понимал, это бессмысленно. Ну и плюс у меня у самого не было желания тогда. Я даже немного больше... Меня, во-первых, удивило отношение персонала, врачей к нам. Ну, в смысле, к нам, которые употребляли, ну, так, бывшими, или, как правильно сказать, наркоманы, алкоголики. Я всегда считал, что, ну, не будет такого отношения. А тут довольно-таки, ну, как обычным людям, нормальным, с уважением. То есть, все было по-людски. Не было такого, что, там, с каким-то пренебрежением относились, там, или когда вопрос какой-то задашь, тебе могли сказать, отстань. Ну, меня это удивило, если честно. Это, наверное, впервые было за всю мою жизнь. У меня появились эмоции. То есть, ну, это как... Это такие ощущения не передать. Если раньше, допустим, я был... Тупо у меня было, там, обычное лицо, такое грустное, или какое-то каменное, как говорят. А после этих сеансов я начал себя чувствовать человеком. У меня появились какие-то эмоции, радость. Я просто даже... Когда выходил на улицу, и то мне уже становилось весело от этого. Ну, и плюс то, что вот сеансы... Больше на группы мне понравились. Когда мы обговаривали всякие проблемы, там можно смело поделиться, ну, с психологом, с психотерапевтом, даже с теми, с кем мы лечимся, своими проблемами, там, о наболевшем поговорить, там, кто-то свою ситуацию расскажет, кто-то свою историю. То есть, ну, там оно легче становится. Когда выговариваешься, допустим, нет центра, я бы не мог бы себе позволить с кем-то о таких вещах разговаривать. Потому что, ну, с теми наркоманами они им это все равно. А обычные люди меня бы не слушали, просто им это было бы неинтересно. А тут я бы, ну, когда выговорился, и плюс советы, рекомендации, ну, это очень важно. Когда начинаешь жизнь, как говорится, с чистого листа, ну, я думаю, это очень мне поможет в жизни, подготавливать к нормальной жизни. Просто, ну, тут, после этого центра выходишь, получается, надо жить, ну, в общем, как с пеленок начинать заново. Потому что, то, что до этого центра было, это, ну, то не жизнь была, а так, существование. И люди окружающие. Сейчас надо с нормальными людьми жить. По-нормальному. Ну, то есть, без всех этих. Ром, сколько проходило твое лечение по времени? Месяц. Ром, какое у тебя сейчас отношение к наркотику? К наркотику? Не активное отвращение. Даже в воспоминаниях, в далеких, они, ну, как ни крути, они есть. Какой я был до этого. И к самому себе даже, к тому. У меня идет, ну, отвращение. Я, ну, я возненавидел этот наркотик просто. Да, что сказать. Лечиться, лечиться надо. Потому что, ну, жизнь, жизнь одна. И это под наркотиком, под алкоголем, это не жизнь. Если там кто, кому-то рассказывали за этот центр, что-то там, ну, плохое. Я ничего не могу лично сказать плохого. У меня только все положительно. Я верю в то, что я буду жить нормально. И тут специалисты хорошие, конечно. Спасибо Виталию Ивановичу, что он создал этот центр. Всю эту программу лечения. Подобрал профессионалов. Это не то, что громкие слова. Это действительно так. Потому что люди знают свое дело. Я в этом убедился на себе. Не только в процессе лечения, но и в процессе провокации. Ну, конечно, как у всех нормальных людей. Был страх, что могу умереть и все остальное. Ну, как бы себя настаивал весь день, что все будет нормально. Ну, так и прошло, все нормально, все. Некоторые вот рассказывали, что у них, во время, когда они были в этом состоянии, когда, ну, после того, как водили наркотик в этой коме, или как это правильно сказать, что у них жизнь пролетала перед глазами. У меня этого не было. У меня почему-то появилась такая обида и пустота внутри, что я свои 35 лет вообще бездарно прожил. Никому ничего добра даже не сделал. Ну, мне никто даже спасибо не может сказать за какой-либо поступок. Вот это вот у меня такое почти все время ощущение было. Это очень помогает переоценить жизнь свою, прошлую и смотреть на будущее со всеми другими глазами, другими мыслями. Я бы, конечно, ну, кто-то, может, там, опасается, кто-то боится, но я бы советовал всем это делать. Через это надо пройти, чтобы это, ну, это как большой плюс, короче, к сеансам, к всем терапиям, что здесь делают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова